МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты. И я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Подсолнечник или подснежник? Необычная уборочная кампания проходит в Шамуршинском районе. Первое, второе, третье и компот. Родители проверяют, как кормят детей в школе. По скользкой дорожке. Профессиональный праздник отмечают ледовары. Предвыборная кампания в стране, по сути, уже стартовала. Некоторые кандидаты в президенты России уже получили удостоверение в Центральной избирательной комиссии и готовы вести агитацию. Другие еще только собирают подписи. Напомним, что всем заявившимся на выборы от партии, не представленных в Госдуме Российской Федерации, нужно собрать 100 тысяч подписей. У самого движенцев планка в три раза выше. В это воскресенье открылись дополнительные пункты сбора подписей. В Чувашии продолжается строительство новых школ. Сейчас более 7 тысяч детей в республике учатся во вторую смену. Из них 4 тысячи чебоксарские школьники. К 2025 году все школьники в республике должны обучаться в первую смену. Такую задачу поставили перед профильным министерством и правительством региона, федеральной власти и президент России. Проект активно поддерживает партия «Единая Россия». Сегодня на еженедельном совещании у главы Чувашии обсудили создание новых мест в образовательных учреждениях. В Чебоксарах в микрорайоне Волжский-3 начато строительство школы на 1100 мест в рамках первого этапа федеральной программы. Цена вопроса – 719 миллионов рублей. Подрядчик организации «Старатель». В настоящее время ведется подготовка территории под строительство. Выполнено временное ограждение, ведутся земляные работы, идет пробная забивка свай. Завершение строительства предусмотрено к июню 2019 года. Продолжается в столице республики строительство другого образовательного учреждения. За ДК трактора строителей можно увидеть уже растущие кирпичные стены. Это новый кадетский корпус ПФО имени героя Советского Союза Александра Кочетова. Рассчитан он на 400 мест. Помимо учебного здания здесь будут два спальных корпуса и спортивный блок. Корпус стал шестым в Приволжском федеральном округе. Здесь будут готовить курсантов по профилю воздушно-космические силы. Из-за внесения изменений в проектно-сметную документацию идет отставание по графику на пять месяцев. На объекте сейчас работает 100 человек. Этого недостаточно, прокомментировал министр образования Чувашии. Нужно как минимум 200, а то и больше рабочих. Глава Чувашии поручил разобраться в ситуации и устранить причину такого большого отставания. Что касается проекта благоустройства парковой территории кадетского корпуса, то часть его уже готова. Общая стоимость там будет составлять более 100 миллионов рублей. Там около 20 гектаров, по-моему. У нас большая территория. Ну а территория возле самого ДК, практически входная группа, она пока не спроектирована. Мы собирались совместно с Минюстом. Должны получить земельный участок с Министерством имущественных отношений. После этого только сможем объявить проектные работы. 1 сентября 2018 года кадетский корпус уже должен принять курсантов. Также 1 сентября планируют открыть новую школу в Цивильске. На очереди строительство школ в Чебоксарах в микрорайоне Садовый и Новый город. Татьяна Трофимова, Сергей Адышкин, Республика. Построить жилья в этом году не меньше, чем в 2017. Такую задачу ставят чебоксарские власти, себе и строителям. Всего за прошлый год в столице республики ввели в эксплуатацию более 322 тысяч квадратных метров жилья. Среди них 5 домов по программе переселения граждан из аварийного жилья. Достроили в 2017 и ряд проблемных объектов. Например, позицию номер 3 по проспекту 9-й пятилетки. Впрочем, некоторые долгострои перекочевали в 2018. На сегодняшний день на особом контроле находится также ряд объектов, где существует угроза несовременного ввода в эксплуатацию. Это позиция номер 11А по проспекту трактора Строителей, позиция 83 по улице Калинина, позиция 18 по проспекту трактора Строителей, позиция номер 5 микрорайон Соленоя, 5 домов в микрорайоне Садовой, а также жилой дом по улице Гражданская, 6. Продолжается и работа по сносу расселенных аварийных домов. В списке 263 адреса. Глава администрации Чебоксара Алексей Ладоков призвал не затягивать с проведением аукционов на выполнение этих работ. Парковка около Чебоксарского аэропорта в этом году обретет новый вид. Нынешняя уже не соответствует никаким нормам и стандартам. Уже сейчас оставить машину перед аэровокзалом – целая проблема. Для модернизации парковки необходимо 30 миллионов рублей. Средства планируют выделить из Дорожного фонда. Автостоянка у Чебоксарского аэропорта уже давно не вмещает весь приезжающий транспорт. Сейчас машины приходится оставлять где попало и даже бросать на дороге. Это и неудобно, и небезопасно. К тому же, по итогам 2017 года Чебоксарский аэропорт увеличил пассажиропоток до 250 тысяч человек. Парковочных мест явно не хватает. В расписании появились новые направления для перелетов. Через 15 лет возобновлены летние рейсы в Анапу. Восстановлено авиасообщение с турецкой Анталией. Вдвое больше отдыхающих смогли прошлым летом улететь в Крым. А с нового года возобновились и авиарейсы в Уфу. Так что вопрос надо решать безотлагательно. Более подробно о задачах на 2018 год и ближайшую перспективу на сессии Госсовета Чувашия. Завтра в полдень Михаил Игнатьев обратится к парламенту республики с традиционным посланием. Национальное телевидение Чувашия и национальное радио Чувашия будут транслировать сессию в прямом эфире. Начало трансляции в 12 часов. Вечером мы покажем видео-версию послания главы Чувашия в 19 часов 30 минут. В Шамуршинском районе в разгаре уборочная кампания. На заснеженных полях работают комбайны. Задача, пока держится минусовая температура, максимально быстро убрать подсолнечник. И хотя звучит это и выглядит непривычно, аграрии говорят, общепринятая практика. Подсолнечник – одна из немногих культур, которые можно держать на поле до зимы. Причем не только можно, но и нужно, как в прошлом году. Погодные условия не позволили ему созреть вовремя, поэтому аграрии решили оставить урожай на зиму. Если в рубли перевести, около 55 миллионов сегодня на полях. Мы ждали эти морозы. Нам нужно было как раз минус 10, 12, 15 для того, чтобы влажность ушла, влажность была повышенная, и чтобы выйти на уборку. В 2016 году подсолнечник принес сельхозтоваропроизводителям неплохую прибыль. Закупочная цена доходила до 18-20 рублей за килограмм. В этом, к сожалению, намного меньше семена получились ниже качества. Общая площадь 625 гектаров у нас в этом году засели. В прошлом году пробно сел я 90 гектаров. Урожай получил где-то 20 седнеров. В этом году слабовато, где-то половина, наверное, уходит. Три раза мы его окучивали из-за проливных дождей. Пытались спасти урожай. Вот то, что спасти, получили. Здесь где-то около 10 седнеров гектара выходит. Тем не менее, подсолнечник считается высокомаржинальной культурой. И даже в нашей зоне рискованного земледелия можно получить неплохой урожай. Во всяком случае, аграрии не намерены сдаваться. И в этом году собираются даже увеличить посемные площади. Елена Гальперина, Татьяна Раевская, Сергей Адушкин. Республика. Как кормят учеников Чебоксарской школы номер один, проверили родители и представители столичной администрации. Первое, второе и компот родители попробовали сами. Затем изучили оборудование и состав продуктов, из которых школьникам готовят завтраки и обеды. Молочные продукты мы проверяли сейчас. Здесь молоко используется. Сроки хранения всего 5 суток. Если мы видим в магазине, что там месяц, год может проникться, то здесь продукты используются наши, в Чувашской республике. Есть для каждого вида блюда отдельные холодильники. Это очень большой плюс, то есть в соответствии товарному соседству. Ежедневно в школе питаются около тысячи учеников. Помимо обязательного меню, есть блюда на выбор. Например, любят борщ, щи любят, котлеты рыбные любят у нас очень дети. В последний год при таких проверках серьезных нарушений родители не выявляли. Но так было не всегда. На начальном этапе, когда родительское общество с нас включилось, в 2015-2016 году, да, были замечания. В частности, по весу некоторых блюд они были, соответственно, увеличены. А были некоторые замены по тем или иным блюдам. В этот раз обедом за 46 рублей родители остались довольны. Стоимость питания в чебоксарских школах не повышали уже несколько лет. Перед крещенскими купаниями придется пройтись пешком. Столичная администрация предупреждает. В Чебоксарах подъезд к купелям на личном транспорте будет ограничен. Оставить автомобили можно будет на близлежащих стоянках. Стоянка транспортных средств для горожан будет организована на имеющихся парковках на исторической набережной возле сквера Екатерины на 40 автомобилей, по улице Константина Иванова на конечной остановке автобусного маршрута номер 22 на 50 автомобилей, на площади Речников в районе домов номер 3 и 5 на 150 автомобилей и на Красной площади напротив национального музея на 50 автомобилей. Есть ли необходимость проведения работы общественного транспорта? Сегодня ведутся переговоры с Чебоксаром для того, чтобы до часу 30 в ночь с 18 на 19 все-таки продлить работу общественного транспорта. Речь в основном про автобусы номер 22 и номер 7, на которых можно будет уехать от Свято-Троицкого мужского монастыря и Веденского собора. А вот троллейбусы будут ходить по обычному расписанию. Кроме традиционной площадки у мужского монастыря окунуться в крещение в Чебоксарах можно будет еще в трех местах. В поселке Сосновка на левом берегу Волги, в поселке Дубки и у церкви великомучеников и исповедников российских в Новоюжном районе столицы. Ольга Пырычкина, Сергей Адушкин, Республика. Новочебоксарский легкоатлетический манеж принял участников сразу двух престижных стартов. Минувшие выходные в Чувашии разыграли награды чемпионата и первенства Приволжского федерального округа, а также Кубок главы Республики. В составе команд сильнейшие спортсмены, в том числе и лидеры национальной сборной. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Большую часть 800-метровой дистанции Чувашская легкоатлетка держалась позади. И только на последнем круге она вырвалась вперед, преодолев первую финишную черту. Позже Вера Васильева признается, что такая тактика ей помогала побеждать не раз. Была тактика первые 400 метров присидеть, а потом уже накатить финиши. Вот, а оно вроде бы получилось у меня последние 200 метров выйти и победить. Воспитанница Чувашской школы Анна Ильина осталась в шаге от победы. За беги на 3 километра своих соперников обошла Елена Коробкина. Результат спортсменки 8 минут 55 секунд. Старалась просто бежать своим темпом. Задачу, которую поставил тренер, пыталась выполнить. Вот и все. Хотелось пробежать где-нибудь из 9 минут, вот троечку, продышаться, попробовать. Это первая тройка у меня в сезоне, поэтому опыт. Всего хозяева зала забоевали 10 медалей. В активе сборной республики два серебра в забегах на 60 и 3000 метров. Бронзовую награду команде принес легкоатлет Сергей Петров. Главная интрига турнира развернулась в секторе для прыжков в высоту. В числе претендентов на победу Ангелина Краснова и Анжелика Сидорова. Золото за Анжеликой. Она преодолела планку 4 метра 70 сантиметров. А это лучший результат сезона в Европе. За награды Кубка главы республики борются и юниоры. Не раз турнир помогал зажигать новые звезды спорта. Еще раз хочу поблагодарить Михаила Васильевича за прекрасную организацию, за то, что эти соревнования существуют, за то, что они проводятся ежегодно. И к нам в сборную команду поступает очень много молодежи именно из Чувашской республики. Только в прошлом году в состав сборной страны по легкой атлетике было включено более 40 спортсменов из Чувашии. Мы легкой атлетики в республике, государственной политике всегда занимались и будем заниматься. У нас почти 5 тысяч спортсменов занимаются. Я абсолютно уверен в том, что кто-то из них попадет в сборную команды Российской Федерации, хотя у нас там достаточно спортсменов. Но кто-то из них обязательно станет чемпионами Европы, чемпионом мира, а впоследствии будет олимпийским чемпионом. Я в это верю. На рабочей встрече с Михаилом Игнатьевым Юрий Барзаковский отметил, что спортивные турниры республика проводит на высоте. Для других регионов это пример. Участниками нынешних стартов стали более 800 легкоатлетов из 20 регионов. За два дня среди них разыграли 40 комплектов наград. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Эндрис Шоклев, Республика. Ледовар – профессия редкая, но даже у этих людей есть свой праздник. Его отмечают завтра. А сегодня Юлия Важенина встретилась со специалистом ледоварения. Узнал очень много интересного. Эффектные шайбы хоккеистов, поддержки танцев на льду, изящные пируэты фигуристов. Вниманием зрителей всегда завладевают спортсмены. И мало кто догадывается, для того, чтобы выступления стали возможными, необходима кропотливая работа ледоваров. Именно они заботятся о гладком и ровном льду. А это не только удовольствие от катания, но и безопасность спортсменов. Профессионалы в этой области с равным успехом могут залить и зимнюю коробку во дворе, и крупную ледовую арену. 16 января – дата особенная. Именно в этот день 1901 года родился американский изобретатель Фрэнк Замбони, который и сконструировал машину для восстановления и заливки ледового покрытия «Ресурфейсер». Иван Сверидов управляет такой машиной почти 10 лет. Сейчас отвечает за качество льда в ледовом дворце. Когда впервые сел за баранку ледяного авто и не думал, что ему так понравится. Кстати, чаще всего специальность ледовара осваивают бывшие спортсмены, которые на собственном опыте знают, что такое хорошо, а не что такое плохо. И Иван не исключение. Раньше он занимался легкой атлетикой и играл в хоккей в дворовых клубах. Когда проходят тренировки, все-таки коньками лед портится. Стружка вылетает наверх, лежит на льду. То есть, соответственно, нож вот эту всю стружку и неровную поверхность срезает. А водой уже обновляется верхний слой. То есть, получается гладкая поверхность. Лед заливается горячей водой. По канадской технологии она должна быть не ниже 60 градусов. А вот пользоваться льдом можно только когда он застынет. Обычно 15 минут на все про все достаточно. Во-первых, горячая вода способствует выходу воздуха. В воде всегда содержится воздух. Чем вода горячее, тем он быстрее будет выходить. Ну и во-вторых, допустим, не зря нас называют ледоварами. То есть, лед сваривается с водой. То есть, если налить холодную воду, грубо говоря, на лед, то она просто непосредственно может застыть сверху. То есть, какая-то прослойка воздушная, пыль и снежная остается подо льдом. А горячая вода, она сплавится со старым льдом. И получается однородная масса. График работы у ледоваров непростой. Во время проведения соревнований лед должен быть готов уже в 7 утра к первым тренировкам. В дни больших турниров ледовары работают от зари до глубокой ночи, поддерживая качество покрытия. Так что их смело можно назвать соучастниками ледовых побед. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Напомню, завтра в это же время вы сможете посмотреть видео-версию послания главы Чувашей Госсовета Республики. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До среды. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова